Чайник такой у меня маленький, я вам уже снимала. Хочу большую купить. Здравствуйте, дорогие зрители! Я на Блашином рынке ретро ищу за чайнички для дачи. У меня уже там сложилась небольшая коллекция чайников, как заварочных, так и доливных. И первое, куда я направилась, это отдел фиксированных цен, который вы видите. Здесь намного проще подобрать то, что мне нужно. Здесь так много посудовремен СССР, что очень удобно, если, к примеру, у вас разбилось что-то из вашего сервиза. Или вы, например, постепенно хотите докупать какие-то элементы сервиза, чайные пары или чайники. То здесь представляется прекрасная возможность для этого. Вот такая вазочка. Петушок. Чашечка. 1945-1975 год. Базочки. Ох, какой! Собачка. И вот чашечка. Это что у нас? Что это за значок? Не знаю. Здесь блюдечко и тарелочка. А вот это стекло, это у меня на даче такой же. И это всего сейчас 200 рублей стоит. Что вам здесь нравится, что бы вы хотели купить? Это все по 200 рублей. Да, у меня есть такие вещи. Смотрите, пиалы. Они уже большие. Массивенькая такая тоже есть. У меня поменьше, по-моему. У них много. У меня даже вазиль такая есть. Так интересного смотришь, прям вот и видишь, что степень прям прям вот эти вещи. Истой далекой пухи. Истой далекой пухи. Но ведь говорят же воспоминания торгона. Интересно, 200 рублей это сервисов или чашка каждая пара? Да, адрес сервисов. Так вот я вам и говорю, что здесь кое-что есть. Ну это надо знать, смотреть, что ты подешевешь. Подороже. Но я думаю, это каждая пара. У меня такой большой чайник есть. Я делаю фильм про него. А вот такие маленькие пиалки и маленький чайничек. Кстати, очень интересно, сейчас мы посмотрим все-таки, это что такое производство. По всей видимости, песчаное. Да, как я делала, песчаное-то. Истекла. Посмотрите, скань какая красивая. Здесь все по 800 рублей. Пингвинчик. Так. Шкатулочка. Тоже это что у нас интересно. Не поняла. Но это не СССР. Числовики, по-моему. Здесь все, конечно, все, конечно, разное. Вот еще что-то у нас здесь. Кобальт. Красиво. Вот такие чашки. Пара такая чайная. Это у вас у многих было еду. Вот я нашла набор полностью такой же с тарелочками в пиалке все. Чайничек маленький, но здесь нет чайничка большого. Так. И стоит это две тысячи рублей. Да, вот такие цены разные. Вот эта девушка гадает. Это Катюша, по-моему, она показывала такую девушку. Все вы, конечно, помните на даче стену моей бани, прилегающей к Патю, где проходят постоянно наши посиделки с друзьями. И здесь же вот на полках расположены мои чайнички. По их восточному декору раньше я думала, что их производство разместилось где-то в Узбекистане. Но тщательно изучив клейма, я поняла, что они были выполнены в Первомайском фарфоровом заводе в селе Песочное, недалеко от Рыбинска Ярославской области. И особенно я люблю этот маленький заварочный чайник. В его рисунках, в его лепестке, который на нем изображен, присутствуют очень красивый синий и золотые цвета. Этот чайник из Эрвиза Каламбур художника Горбуновой. Посмотрите, как он красив. И, кстати, вы сейчас увидите полностью сервис, где есть все. И мне, конечно, очень захотелось купить, но о пялах я пока молчу, но мне очень захотелось купить большой чайник доливной. И я его здесь нашла. Кстати, справка для тех, кто не знает или не помнит, как мы любили чаевничать в СССР. Доливной чайник – это отдельный чайник для кипятка, использующийся при русской традиционной парной подаче чая, когда на стол ставятся два сосуда. Это обязательно заварной чайник с крепкой заваркой и емкость для кипятка. При этом кипяток подается либо в доливном чайнике, либо в самоваре. По сравнению с заварным доливной чайник имеет больший объем. И идея оформления доливного чайника как части чайного сервиза с единым дизайном принадлежит Елене Цайзель, которая во время работы в 1930-х годах в СССР добавила доливной чайник в созданный ей для массового производства на Дулевском заводе сервизы без названий, с внутренним обозначением С1 или С2. Ну, если кто сталкивался с этим. Вот как раз этот большой полуторалитровый чайник я и купила. Посмотрите, какой он красивый. Но в отличие от заварочного чайника, вы видите в его декоре два огромных листа или лепестка. А вот на заварочном маленьком чайнике лишь один лист или лепесток. Но зато вы видите вокруг белые завитки. Вот как интересно. Казалось бы, совершенно одинаковые чайники, но все-таки немножко разные рисунки. Если бы мы посмотрели поближе, то ясно увидели бы, что расписывали чайник вручную. Ну, а если мы перевернем его, то над ним увидим клеймо, состоящее из двух рыб. Да, это клеймо, как вы уже помните, Первомайского фарфорового завода Рыбинского района. Очень яркий, красивый чайник, который я купила всего за 400 рублей. Хотя на интернет-аукционе мешок подобные чайники продают где-то, ну, от 1000 до 1500 рублей. Ну, может быть, это еще так дешево от того, что на самом кончике носика чайники небольшой скол, который легко можно подшлифовать и сверху покрыть лаком. Любуюсь, не налюбуюсь. А это моя вторая покупка. Яркий красный чайник в белый горошек. У меня на даче есть большой доливной чайник. Ну, а теперь будет и заварочный. Мне очень нравится этот блошиный рынок тем, что представляет возможность докупать разбившиеся предметы сервиза. Или, как в моем случае, наоборот, постепенно докупать какие-то предметы, создавая сервиз. Ну, вообще, рынок ретро огромный рынок. И здесь легко можно все это найти. Но вот эти чайники такие красивые, что сразу преобразили мою кухню. Стало сразу как-то радостно. Ну, а я решила продолжить свою охоту, побродить по другим отделам рынка, посмотреть, что там есть. Может быть, что-нибудь мне и приглянется еще. И вообще, если мне повезет, я очень хотела пополнить свою коллекцию подставок под яйца. Ну, а вот посуда Португалия. Вот такие тарелочки. Каждая тысяча триста. А вот, похоже, это что такое у нас? Тоже Португалия. 900 рублей. Вот здесь полторы тысячи. Это девушка. Вот это Розенталь. Это Розенталь Томас. Это дочерняя компания Розенталь. Ну, как с одного завода они просто в свое время. Розенталь три пятьсот. Франция. Это Франция, да? Да, Франция. Три пятьсот. А это сколько? Германия тоже три пятьсот. Тоже три пятьсот. Какие кафеные чашечки уникальные. Красивые. Спасибо большое. Да. Это Финилёшка. В других фигурах именно Ярославской? Вшел Ярославской. Ты делаешь я? Ярославской. На ролику вот это вот, в Ярославской. Это не клабо. Да. Понимаешь, Лебушку. 900 рублей. Керамическая очень тяжелая, очень тяжелая. Это советский примитивный, но мне это нравится. 6500 бутылка такая большая, вот по 250 такие бокальчики. Это забыла, Германия, да? Германия, да. Ну а вот здесь, чем не музей часов, антикварный музей. И посмотрите, что здесь. Часы огромные с боем, уникальные. Играет музыка. 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 ручка толстый слой золота здесь вот я и перевернула можете посмотреть какой замечательный рисунок все цвета я не знаю может быть это и современная чашка но купила я ее всего за 100 рублей и мне она очень нравится знаете что я периодически меня я меняю чашки по времени сезона и хотя у меня настало время мода на дело пить из чашек в стиле мода но однако же вот эта чашка я вот сейчас буду пить из нее вот арти м я не думаю что это старинная фирма даже смотреть не стала потому что мне это не важно мне очень понравился рисунок просто необыкновенный рисунок смотрите здесь даже маска какая-то очень красивая еще моя одна моя покупка это подставка под яйца это как вы уже слышали наша подставка в сссср сделана с милой розочкой в общем очень красивая милая такая подставочка и я начала собирать коллекцию подставок для яйца и в следующий раз я вам ну не в следующий но вот в один и обязательно вам покажу скоро и стоимость этой подставочки всего 50 рублей а я с вами прощаюсь дорогие друзья до новых встреч и берегите себя